Ну и что ж, у нас на татаме следующая встреча, это уже четвертый круг турнира, да, Михаил Анатольевич? Ну, третий, третий, было привидение. Ну, не считая привидение, да, конечно, это третье, а если привидение, то четвертый. Спортсмен в белом кимоно Долгополой, представитель Центрального федерального округа. Синим Сагаипов, представитель Северно-Кавказского федерального округа. Это уже борьба за выход в восьмерку, все правильно. Чтобы с уверенностью сказать, что эти спортсмены уже будут бороться за медали, им еще как минимум удержать нужно две победы, эту и следующую. Был в двустороннем захвате, вот спортсмен в синим кимоно, за то, что спортсмен в белом поднырнул под захват, да, причем не продолжает техническим действием, то за это он наказывает. Ну, видно, атаки идут с одной стороны пока. Спортсмен синим кимоно Сагаипов так прессингом давит своего соперника, подбивает, подводит краю татами. Ну, вот, не хотела, я думаю, что, уверенностью, что можно там в партере продолжить действие. И судья отреагировал, соответственно. Второе, Шида, нет, Шида сейчас отменяет. Ну, одно Шида ведет Сагаипов, представитель Северного Кавказского федерального округа. Подавляет активностью, подавляет захватами. Да, ну, после этого должен следовать бросок. Да, вот он, бросок. Дюка, передняя подножка. Немножко утомил соперника, теряется концентрация. Ну, кто как, кто в каком ключе работает. Задергал, задергал. Сагаипов с хорошим жестким прессингом и контролем над всеми ситуациями. У них положение стоит лежать, но только лежа. Сейчас он не хватает на продолжение. Нет технического элемента, которого он сделал с уверенностью. Хотя, может быть, хорошая защита у Долгополу, мы не совсем четко это видим. Сейчас уже со стороны Сагаипова мы видим, что он дает возможность сопернику проявить себя. По всей видимости, акцентируем на том, что он может обыграть. Порой спортсмены используют тактику работы вторым номером для того, чтобы провести контратаку. Берет захват в очередной раз Сагаипов. Ну, вот с опережением работает, видно. А Долгополу такими раздергиваниями. Он не дает четко забрать захват и пытается вот разогнать, разогнать. И Коучи Гаря делал посечку под пятку изнутри, не получилось. И тот же Сагаипов, то, о чем я и говорил. Да, он выжидал, выжидал, видел, что шея открытого соперника. И тот пошел на бросок, ну, низ колен, под пятку изнутри. Соответственно, шея была открыта, он накинул петлю и сделал удушающий прием. Все четко. Он и одерживается победу, выйдя в следующий круг турнира. Вот сейчас он уже выходит в восьмерку. Сагаипов в восьмерке и следующие спортсмены Симонов и Газаев, которые будут бороться.